Ролана Салимова Больше известного как Диджей Бибек Автор более двухсот музыкальных композиций Исполнитель, музыкальный продюсер, аранжировщик Несмотря на открытость профессии, редко выходит на публику Встреча, организованная студией Haradenas Production Стала сюрпризом не только для тех, кто давно ждал откровенного разговора с ним Но и самого Ролан Бея Его популярность началась с выхода альбома «Депортация» в 2004 году Тогда студент Кипу с дипломом об окончании музыкального училища по классу скрипки Только делал свои первые шаги в мире музыки У него не было ни денег, ни звукозаписывающей аппаратуры Одна только идея – создать композиции Мелодический ряд которых расскажет о трагедии и утратах народа Я принес альбом на звукозаписывающую студию Они такие посмотрели, ну что это крымско-татарская, да, ну оставляй, послушай Я такой, ну ладно, оставил Я оставил, проходит день, два, три Потом звонит мне вот с этой студии и говорит Мы выпускаем Ну слава, ну какалашкур, победа для меня Я пришел туда, меня туда пригласили Сказали, это что-то новое Гостей встречи интересовали и другие вопросы Как он относился к критике в свой адрес Можно ли найти в интернете ресурсы С аутентичным звучанием крымско-татарского песенного фольклора Чего или кого не хватает крымско-татарской эстраде Как рождаются хиты и многое другое Сам Ролан Салимов, говоря о своем творчестве Особое внимание уделил работе над фильмом «Ходер Деде» Это отдельная история моего творчества Я давно очень мечтал поработать именно в этом жанре Потому что этот жанр, на мой взгляд, это океан Это такой музыкальный, тихий, атлантический все вместе Там можно очень много экспериментировать, очень много выдумывать и воплощать Творчество диджея Бибека наполнено жанровым разнообразием Поэтому среди его почитателей есть и зрелая аудитория, и юные слушатели Наверное, больше всего гостей мероприятия поразила искренность и простота популярного музыканта Он с легкостью говорил о своих проблемах Тепло отзывался о коллегах Не скрывал гордости за миллионные просмотры своих клипов в YouTube Одна из таких знаковых работ – аранжировка самой популярной крымско-татарской песни «Эй Гузель Харам» Алуштадан эскен ерлер юзуме урды Балалықта эскен ерлер козыме туштым Мен бу ерде яшамадым, яшлығыма дойамадым Батаныма, асред голодым, эй Гузель Харам За творчеством диджей Бибека я слежу очень давно, еще с 90-х годов Машаллах, хочу сказать, что, конечно, хочется, чтобы его творчество продвигалось, поддерживалось всеми нами, нам, нами, крымским татарским народом Но сегодняшняя встреча прошла очень в такой теплой семейной атмосфере Угун Менкель дам диджей Бибек на курашуне Мы на пек мерахлея, пек эршен и бигендам, чё в савалуна Станадым он и яна таравтан, лафеттэк, ве он пек якшен дабылем Среди гостей встречи – коллеги и друзья диджей Бибека Говоря о нем, они прежде всего отмечают то, что можно назвать феноменом Салимова Несмотря на современный формат и ритмику, его композиции гармонично вплетаются в национальную музыкальную традицию Он настолько чувствует, знаете, веяние моды и в то же время крымско-татарский фольклор И благодаря ему я считаю, что такой инструмент, как, допустим, саз, киманча, который, кстати, редко сейчас используется Вот он первый, который ввел в формат поп-музыки крымско-татарской Этот формат, он настолько теплый и дает возможность человеку раскрыть какие-то актуальные, такие на сегодняшний день актуальные какие-то его впечатления, ощущения, видения Желаю ему реализации в ближайшем будущем именно таких проектов, которые будут также по-прежнему держать нашего зрителя, наш народ в целом Вот на том уровне, когда он себя будет считать народом, нацией, да, и гордиться такими героями и его продуктами, как реализация своего внутреннего национального менталитета Для самого Ролана Салимова встреча в этно-ресторане «Алем» тоже не прошла даром Его вдохновила возможность поговорить по душам со своим слушателем Сегодня я просто безумно счастлив, потому что такой формат встреч, когда артист может напрямую, да, не важно, артист или там какой-либо деятель, другой Может напрямую пообщаться со своими слушателями, зрителями, поклонниками, я не знаю Получиться вопроса, ответить на них, это на самом деле очень нужный проект Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова